Сегодня мы должны закончить недельный раздел «Байшлах». Предыдущие уроки были посвящены очень непростому событию, которое произошло по возвращении Якова в Эр-Сисраэль, когда Яков поселился рядом с городом Шхем. И события, которые там произошли, действительно были достаточно драматические. Сначала дочь Якова была изнасилована принцем Шхема, а затем ее братья отомстили за нее и уничтожили, перебили не только самих виновников, но и всех жителей города Шхем. Вот теперь 35 глава, начинаем мы с самого начала 35 главы. «И сказал Бог Якову, встань, пойди в Бейт-Эль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от Исава, брата твоего». Сразу вслед за этими событиями следует указание Всевышнего отправиться в Бейт-Эль и жить там. Почему? Говорит, Раши, не случайно, ведь именно за то, что ты задержался в пути, или точнее, за то, что ты задержался, промедлил и не исполнил свой обет, за это ты и наказан тем, что потекла тебе беда с твоей дочерью. Напоминаем, о чём идёт речь. Когда Яков уходил из своего дома к Лавану, в сущности, это было побегом для того, чтобы спастись от своего брата Исава, по дороге он оказывается в Бейт-Эле, и там он даёт, после видения, которое приходит к нему свыше, он даёт там обет, обещание, обязательство сделать там, в том месте жертвенник Богу и там служить Богу на этом самом месте, где он должен устроить жертвенник. Так вот, этот обет звучал приблизительно так, что если Яков получает от Всевышнего помощь, и тот будет хранить его в пути, на котором он идёт, и даст ему хлеб, и даст ему одежду, и вернёт его в мире, в землю своих отцов, тогда он должен будет выполнить своё обязательство, а именно построить там жертвенник и служить на этом жертвеннике Богу. Поскольку он, в принципе, уже вернулся в страну отцов, хотя он ещё не дошёл до дома своего отца, вместе с тем пришло уже время для того, чтобы исполнять этот обет, а поскольку неисполнение обета – это серьёзное нарушение, поэтому, говорит Раши, Всевышний здесь и намекает Якову, то, что случилось с твоей дочерью, это не случайно. В этом был момент предупреждения или наказания за то, что ты промедлил с исполнением обета. «Поэтому отправляйся в Бейтель, устрои там жертвенник Богу, убившемуся тебе, когда ты бежал от Яцавы своего брата» – это объяснение первого стиха. Аравирш расширяет здесь немного наш взгляд и пишет «Итак, событие, о котором рассказывалось в предыдущей главе, т.е. вот все эти события в Шхеме, показывает, что пребывание Якова среди обитателей Ханаана подвергло опасности его семью. Значит, то, что он, как это можно было уточнить из текста в начале главы, то, что он поселился в непосредственной близости от города Шхем, это не пошло ему на пользу. И в конечном итоге вышла даже опасность. Вероятно, таков, наверное, был опыт, а это, по крайней мере, одно из следствий, которое можно было выучить из этих событий. Вероятно, Якову не следовало селиться в непосредственной близости к Нане. «Прежде всего ему нужно было идти в то место, где, покинув родительский дом, он заложил краеугольный камень своего будущего, т.е. отправиться туда, в Бейтель, где он дал обет на всю свою дальнейшую жизнь. Это должно было быть его первым шагом – не селиться рядом с Кананеем, а прежде всего отправиться в Бейтель и исполнить там свой обет. А затем… А вот затем ему следовало уйти в родные места. Быстро, быстро, быстро. После выполнения обета в Бейтеле возвращаться к отцу, в те места, где жил еще и отец его, и его дед Авраам. Т.е. это юг страны, район между Хевроном и Беаршевой. В те места, которые его родители и родители его родителей сочли подходящими для спокойного создания семьи в духе Авраама. Ведь, наверное, не случайно и Авраам, и Ицхак старались поселиться именно в том самом воене. Очевидно, места там более подходят. К тому же, добавьте еще, что там уважали их память. Местные жители относились, как это можно было видеть из текста предыдущих глав, с большим уважением и к Аврааму, и к Ицхаку. И она, т.е. их память, послужила бы защитой как Якову, так и его семье. И вот теперь Яков получает повеление исправить то, что он упустил. Он поселился сначала в Шхеме, была ошибка, теперь нужно исправить. Поэтому он и получает приказание отправиться в Бейтель, а затем, после этого, как мы увидим, он отправляется в Хеврон, в Кириатарба, в Хеврон, там, где живет его отец. Но это мы будем читать через несколько строк. Пока что второй стих не сказал Яков своему дому и всем, кто с ним, устраните чужих богов, которые в среде вашей, и очиститесь, и примените одежды. Вот тут уже совсем непонятно, что это за чужие божества, которые оказываются у сыновей Якова. Откуда у них изображение языческих богов, вплоть до того, что нужно сейчас предупредать их, чтобы избавиться от них? Дальше сказано – и очиститесь, и примените одежды. Одежды зачем менять? Это что означает? Яков сам объясняет цель этих действий. И встанем, пойдем в Бейтель, и я устрою жертвенник богу, который откликнул за мне в день моего бедствия и был за мною в пути, которым я ходил. И отдали они Якову всех чужих богов, которые у них, и серьги, которые в ушах их. Опять непонятно. Ну, ладно, богов еще. Мы не понимаем, откуда они взялись чужие божества. Хорошо. А почему нужно было ей серги отдавать? А серги чем провинились? И спрятан их Яков под теребинтом, который близ шхема. Что такое теребинт? Так некоторые переводчики переводят название дерева, о котором упоминает Тора. Дерево, известное в России, Исраиль. Ила. А вот русский ее перевод – теребинт. Не знаю точно, за что купил, а то продал. И отправились. Итак, мы должны понять, что за чужие божества, которые оказались у сыновей Якова. Почему нужно было сменять одежду. И зачем нужно было отдавать отцу и серьги тоже. Смотрим Раши. Раши, что это за чужие боги? Чужие боги, которые у вас среди военной добычи. Из шхемы. Поскольку после побоя еще сыновья Якова и еще и собрали трофеи в шхеме, то среди этих трофеев, очевидно, были изображения божков, сделанные, может быть, из драгоценных металлов или еще. Вот от этого всего нужно освободиться, избавиться. Пока еще все-таки не очень подряд. Хорошо. Трофеи. Сказали, выяснили, каким образом попали к ним эти изображения. Были взяты, как трофеи на войне. А зачем нужно было их брать? Почему до сих пор они от них не избавились? Это же язычество. Это же авуда за рай. Это же очень строгая вещь. Строгий запрет. Почему они их держат? Арамбан обсуждает вопрос, пишет следующую вещь. Он задает еще один вопрос, который мы его не задали. А Арамбан будет делать здесь еще одну странность, неточность. Если представить себе, что речь идет об уничтожении вещей, предметов, относящихся к идолопоклонству, то их не следовало бы закопать. В Талмуде высказано правило четко, что подобные вещи не закапывают. Из-за последнего того, что когда-нибудь кто-нибудь раскопает и найдет их, или земля обнажится каким-нибудь другим образом, кто-нибудь найдет их и воспользуется. Этого делать не нужно. Поэтому правило по отношению к авуда за рай, оно уничтожается. Уничтожается другим образом, самым простым, а именно сужубяется. Поэтому, по идее, нужно было бы здесь написать, что после того, как сыновья Якова отдали ему чужих богов, он должен был бы их сжечь. Он этого не делает. Он их прячет, он их закапывает под дерево. Почему? Отвечает Рамбан. Отсюда мы понимаем, что на самом деле эти предметы не имели статус идолопоклонства строго геологически. И вот почему. По отношению к самому идолу и к тем предметам, которые используют для идолослужения, есть правило, то, что называется бетуль. То есть, если хозяин вот этих предметов, того самого идола, изображения, иконы, чего бы то ни было, если он сам их аннулировал, то есть, он повёл себя по отношению к ним, к этим вещам, не так, как вёл бы себя идолопоклонник, а проявил бы своё отсутствие веры и отсутствие страха и трепета перед этими вещами, то тем самым достигается аннулирование. То есть, этот предмет из идолопоклонного превращается в обычное украшение, игрушку или ещё какой-нибудь подобный предмет. Причём, даже если язычника принудили к этому, не то, что он по своей доброй воле вот он так решил, что больше этому Богу он служить не будет, потому что он ему не нравится или потому что он в нём разочаровался, но даже если ему его заставили, пригрозили, и он из страха сказал, я готов, 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 всё, и сделал бетуль, устранение, аннулирование, а вот озраец тоже в Балахе проходит. А здесь то, что именно это произошло. То есть, после того, как город был сыновьям Якова захвачен, и жители его были перебиты, то все эти предметы в результате вот этого погрома, учнённого там в шхеме, все эти предметы утеряли свою культовую ценность. Они отныне не предметы языческого культа, они отныне предметы, которые раньше принадлежали языческому культу, но теперь они уже как отменённые, как потерявшие этот статус, строго говоря, по закону им разрешено было их держать. Значит, мы теперь получили дополнительный ответ на вопрос, откуда вообще у сынов Якова оказались эти вещи. Им на самом деле можно было их присвоить в качестве военных трофеев, поскольку произошёл здесь бетун, то есть аннулирование статуса, культового статуса этих вещей. Но вместе с тем, тогда вопрос, а почему же тогда Яков, если уж так хорошо, так почему же тогда плохо, если уж можно было их оставлять у себя, а почему Яков потребовал забрать их? Мы ответили на вопрос, почему он их не сжёг, потому что на самом деле это не Абудазара, это не идол, это не идол поклонной вещи. Ну, зачем тогда их закапывать? Если это красивые безделушки, так пусть будут. Продолжает Рамбан, но поскольку Яков сказал им, что мы отправляемся в Гейтель, мы отправляемся служить Богу, то не гоже, чтобы у нас были такие вещи, даже если по букве закона они разрешены, даже если можно их держать, но вместе с тем идти служить Богу, имея подобного рода безделушки в своих походных ранцах, это не следует. Поэтому избавиться от этого. Отдайте их. Итак, все эти статуэтки он спрятал, чтобы не было ничего, что даже напоминало бы идол поклонства. Затем он сказал им, и очиститесь, имеется в виду погружение, очищение в микве, и перемените одежды. Зачем менять одежды? В чем эта идея? Некоторые комментаторы говорят, что это похоже к тому, как было на горе Синай, когда должны были получать Тору. Там тоже сказано, что приготовлением, с точки зрения народа, должно было быть погружение в микву и смена одежды. То есть, в тот момент, когда мы поднимаемся на новую ступень, возвышаемся, и возвышение это идет в служении Богу, то вполне понятно, символично поменять и одежду тоже после погружения в микву. А Миши Хохмар говорит довольно интересный здесь комментарий. Если вы помните, Арамбан, как когда-то обсуждался вопрос в главе Туладот, каким образом, как можно совместить то, что мы знаем, с одной стороны, что Арам соблюдал все законы Торы, и не только законы Торы, но еще и постановление мудрецов, и вместе с тем мы видим, что его сыновья, Яаков, например, позволяют себе нарушать довольно строгие законы. Ответ Арамбана на это был, что и Авраам, и его семейство видели важность и ценность, большую необходимость добровольно соблюдать законы Торы в стране Израиля, но не за ее пределами. За ее пределами смысла в этом не было. Поэтому не исключено, пишет Миши Хохмар, что сыновья Якова пользовались одеждой, которая была соткана из шерсти и льна, шатнеза. Они могли позволить себе такую одежду. Здесь же, он им напоминает, что мы уже в Исраиле, мы отправляемся сейчас служить Богу, поэтому одежда, в которой есть хоть какое-то опасение, что там могут быть вместе шерстяные именные нитки, должна быть удалена, поэтому сменяйте одежду. Со всеми разобрались? Нет? Еще один вопрос остался. Сергий, чем проведены семьи? Ладно, украшения, которые раньше были идолами, ясно. Мы их не хотим. А Сергий? А Мешихохме, говорит, прочитайте еще раз стих внимательно, поняли ли вы его хорошо? Как там сказано? И вот дали они Яакову всех чужих богов, которые у них, и серги, которые в ушах их. В ушах их кого? Если эти серги относятся к тому, что сказано непосредственно перед этим, которые у них, то есть у сыновей Яакова, тогда и серги в их ушах. Но это вовсе не обязательно. Скорее всего, имеется в виду, что нужно было отдать Яакову чужих богов, и серги, которые в ушах этих самых чужих богов. Об этом речь. То есть, они являются украшением, это украшение для идолов. Это еще одна ступенька. Есть ступенька одна, сам идол, как предмет культа, а есть еще и его украшение. Так вот, эти серги, это те серги, которые служили украшением для этих богов, а не то, а не серги, которые могли использовать сыновья Яакова. Читаем дальше. И отправились они, и был страх Божий на городах, которые вокруг них, и не преследовали сынов Яакова. Хотя было, безусловно, опасение того, что жители всех окрестных городов захотят объединиться для того, чтобы отомстить сыновьям Яакова за побоище, которые те устроили в Шхеме, но этого не произошло. Тора не скрывает, что это было чудо, просто страх Божий напал на эти города, и они не преследовали, хотя, конечно же, сил для того, чтобы уничтожить маленькое семейство Яакова было у них предостаточно. И пришел Яаков в Луз, что в земле кинанской. Он же Бейт-Эль, он и весь народ, который с ним, и построил там жертвенник, и назвал это место Эль-Бейт-Эль, ибо там явился ему Бог, когда он бежал от брата своего. Что значит, как понять название жертвенника, которое он дает, что значит Эль-Бейт-Эль? Имеется в виду, что Бог находится в Бейт-Эле, то есть Шхена, его присутствие там раскрылось Яакову, и поэтому он называет таким образом жертвенник. И еще один совершенно непонятный пасук. Следующий. «И умерла двора, кормили царивки, и была погребена ниже Бейт-Эля под дубом, и назвал его Алон-Бахут». Алон это дуб, Бахут от слова Левкот, что означает плакать. Откуда вдруг впервые упомянутая двора кормили царивки? Откуда она, как она сюда попала? И какое она отношение имеет ко всему тому, что сказано было, было выше? И она погребена ниже Бейт-Эля. То есть, именно в тех самых местах, где оказывается сейчас Яков, он называет это место Алон-Бахут, плачут там, кормилицы его матери. Быть может быть, была здесь причина плакать, но все-таки тоже немножко. Немножко это странновато. Вот этот вот плач по кормилице своей матери. Посмотрим Раши. Раши пишет, каким образом двора оказалась в доме Якова? Как она туда вообще попала, кормилица его матери? Яков сейчас возвращается только из Падана Рама, от Лавана. Откуда же здесь кормилица его матери? Ответ Раши. Поскольку Ривка сказала Якову, и пошлю я, и возьму тебя оттуда. С самого начала уговор был таков, что Яков уходит из своего дома в целях безопасности, но все это преподносится как поход к Лавану для того, чтобы найти там себе невесту. Идея была Ривки в том, чтобы он отсиделся там, пока не пройдет гнев брата и Сава, и когда Ривка будет знать, что гнев этот прошел, тогда она пошлет за ним кого-нибудь, кто может быть ее посыльным, и тем самым просигналит, Якову, можно возвращаться домой. Так вот, ее посыльность здесь стала ее кормилица двора. Вот она и послала двору к нему в Падана Рам, передать ему, чтобы он уходил оттуда. и та умерла в пути. Это Пшат. Это Пшат. Агада гласит, что там его известили о другой кончине. То есть там, когда находился Яков Бейтеля, ему стало известно о другой кончине. Ему было сказано, что умерла его мать. Вопрос, а почему тогда, если уж так, достаточно центральные события, тогда почему-то о нем умалчивают. И почему на первый план выходит вдруг здесь смерть кормилицы матери, когда произошло в это время и совсем другое, куда более важное событие смерть матери Якова. А поскольку день ее смерти скрывали, чтобы люди не поносили чрево, из которого вышел Исаф, то Писанием также это не уточняется. Как это все понять? Получается, что поскольку похороны Ривки прошли без огласки, похоронили ее скрытно, потому что боялись, что люди, что эти похороны в результате этих похорон будет неуважение, будут проклинать ту женщину, которая родила и выкормила Исафа. Предпочли именно так ее похоронить тихо, тихо. Поэтому Тора тоже об этом не описывает, об этом не говорит в прямом. Обратимся к Рамбану. Что натолкнуло наших мудрецов в Медраше утверждать, что под текстом, который говорит о смерти кормилицы Ривки, скрывается на самом деле еще и известие о смерти самой Ривки. Прежде всего та деталь, на которую мы обратили внимание, а именно то место, где была похоронена кормилица, называет Яков Алон Бахут. Речь там идет о плаче. Вряд ли, может быть, конечно, но все-таки странным кажется несколько плач человека, такого, как Яков, о кормилице своей матери, которая уже в очень преклонном возрасте. А кормилица ее таким образом должна быть в еще более преклонном возрасте. Когда умирает человек в таком преклонном возрасте обычно, как-то люди, вопрос рациональный или нерациональный, даже человек в очень-очень пожилом возрасте, он еще и никто его не приговорил к смерти, его смерть это тоже трагедия, но в общем так повело, что люди как-то более спокойно относятся к смерти человека в таком уже пожилом возрасте. А мы видим, что Яков несмотря на это, он плачет и скорбит и немножко это странно. Поэтому мудрецы увидели здесь намек на то, что траур на самом деле был очень-очень глубокий и причина этого траура была смерть матери, которая в особенности не только потому, что она мать, но ведь так и произошло, что своей матери ему так и не удалось увидеть после 22 лет разлуки. Он не увидел своей матери, да и мать его не увидела, хотя она уже хотела увидеть и послала за ним и надеялась на то, что сын успеет вернуться и она сумеет его увидеть перед смертью, но этого не произошло, она умерла, не увидев своего любимого сына. поэтому и после этого сказано, Тура говорит, явился бог Якову еще раз по возвращении спада на рам и благословил его, это благословение, как объясняет Раши, и в чем смысл этого благословения, это не хумавелим, то есть утешение скорбящих, потому что скорбь и траур Якова были достаточно глубоким. Теперь к следующему вопросу, да, есть еще одно доказательство безусловно, совсем забыл, ведь в дальнейшем сказано так, чуть позже, что же сказано «И пришел Яков в Кирья-Тарба в Хеврон там, где жил его отец». Сейчас мы найдем этот стих. «И пришел», это 27 стих, «И пришел Яков к своему отцу Ицхаку в Мамре и Кирья-Тарба, он же Хеврон, где проживали Авраам и Ицхак, чего не хватает в этом стихе. «И пришел Яков к своему отцу Ицхаку в Мамре и Кирья-Тарба». Замечательно, что он пришел к Кирья-Тарба, он пришел не только к отцу, скорее всего, он пришел к отцу и матери, к родителям он пришел, почему Тора тогда об этом молчит? А вот почему она молчит? Потому что матери уже нет в живых. Поэтому здесь есть еще одно дополнительное доказательство, что к тому времени действительно матери уже в живых не было, поэтому и Тора говорит, что он пришел к своему отцу Ицхаку. Коли так получается, с одной стороны у нас есть подтверждение доказательств, подтверждение того, что речь идет действительно не только о смерти кормилицы, но и о смерти матери, о смерти Ливки, тогда, если это вопрос, а почему же Тора об этом молчит? Ответ Раши мы уже слышали. Как его понять? То есть то, что Тора завуалировала сообщение о смерти Ливки и подала это как сообщение о смерти ее кормилицы, идея была в том, чтобы скрыть, но это мало понятно, говорит Рамбан, ведь что в самом конце нашей главы сказано, так сказано там о смерти Ицхака, то и скончался Ицхак и умер и приобщился к своему народу старые насыщенные днями и погребли его Исава и Яков сыновья его. Почему Тора ничего не скрывает тогда по поводу смерти Ицхака его хоронят его сыновья Исава и Яков казалось бы тоже вполне уж если люди проклинают женщину которая родила и выкормила Исава тогда нужно было бы опасаться что будут проклинать и его отца тоже если Исав действительно такое чудовище при воспоминании которого людей берет дрожь и они тут же проклинают его родителей так почему тогда Тора не скрыла смерть и похороны Ицхака ответ рамбана такой быть может быть может можно объяснить так могла быть проблема из-за с похоронами и рифки могла быть проблема кто бы отправился ее хоронить вы мечтали Якова любимого сына нет он еще в пути пришел бы другой сын Исав не факт очень может быть что Исав до сих пор обижен на мать он помнит ей то что она приняла такую сторону его брата Якова в результате чего он не получил благословения благословения были похищены не исключено что он до сих пор обвиняет мать вот в этой своей в своей трагедии быть может он не захочет прийти может быть так и было ну а муж Ицхак ее похоронит тоже нет он ведь к тому времени совершенно ослеп он и из дома выйти не может тогда кто же ее тогда похоронить кто же будет ее тогда хранить это уже совсем совсем плохо когда ни одного из родственников нет кто ее могут похоронить местные жители которые живут там хироны хитийцы а это действительно не к чести ривки будет сказано подобным вожероду пишет рамбан близкий к тому комментарий я нашел в метраж танхук что там сказано будет метраж так хитийцы говорит когда умерла ривка вопрос кто ее пойдет хранить кто займется ее похоронами авраам нет авраама к тому времени уже нет в живых уже давно ицхак он дома потому что он ослеп якова нету он улавана и пока исав решая кто же остался кто же ее пойдет хоронить исав и вот тогда тогда люди свяжут кто хоронит ривку исав это что его мать вот этого типа вот этого бандита это ее хоронят то есть сам факт того что тот кто хоронит ривку говорит метраж был исав единственный человек из семьи кто мог ее похоронить был исав вот этот приведет к тому что вместо оказания почестей а в этом это смысл похорон когда люди отдают последнюю дань последнюю почести человеку вместо этого наоборот и будет только стыд когда скажут кого это хоронит да вот одна которая родила вот этого бандита поэтому чтобы так не случилось было решено продолжает метраж похоронить ее ночью под покровом темноты чтобы все было тихо продолжает дальше метраж и поскольку получаем понимание пшат поскольку похороны состоялись ночью поэтому текстур об этом не говорит мы когда-то это уже объясняли разница между пшат и драж пшат подает нам события так каких бы видел сторонний наблюдатель а сторонний наблюдатель не присутствовал бы при похоронах ривки потому что их как бы не было то есть они были сделаны настолько тайно под покровом ночной тьмы что никто их не видел и кто об этом не знал о чем да знали о похоронах о смерти и о похоронах ее кормилицы да об этом знали поэтому текстуры как пшат он так и пишет а какие забытия он дает те которые людям были известны кормилицу ривки похоронили да это было известно и о плакивом тоже было известно все об этом сказано а о смерти самой ривки не сказано в тексте потому что этого никто не видел сторонний наблюдатель этого бы не воспринял а года Медраж это разговор они об этом знают они об этом пишут поэтому и нам крытся Бепшат речь идет здесь о похоронах кормилицы о драж о самой ривке Едем дальше. Вот и происходит смена имени, которая уже была обещана и раньше, об этом уже знал Яков от ангела, с которым он боролся в свое время, предстоящий с Исавом, и вот сейчас она происходит. Смысл, самый простой смысл этого изменения имени, говорит Раши, слово Яков, его корень от Лааков, то есть обойти, так назовут человека, который действует. Может быть хитростью, уловками, а Исраэль от слова Яшар, прямой, или от слова Сар, то есть властелин, обладающий властью, в этом и смысл. Тот, кто обладает властью, тот, кто сильный, он может не действовать уловками, он может действовать прямо, он обладает силой, а уловки – это всегда оружие слабого. Слабого. Вот Яков становится Исраэль. И сказал ему Бог, я Бог всемогущий, плодись и умножайся. Народ и множество народов будут от Тебя, и царей произойдут из чресел Твоих. Народ и множество народов, а это как понятие, что имеется здесь в виду. Народ произойдет, ну, это еще, если было бы написано, то произойдет народ, мы бы сказали, что имеется в виду, еврейский народ произойдет, народ Израэль. Произойдет, почему произойдет, дети у него уже родились, ну, это дети, а потом это будет семья, семья разрастется, превратится в клан, а потом в народ. Ну, тогда что значит народ? И множество народов, какое еще множество народов? А что от Якова зайдут еще народы? Ой, извините, такого не слышали. От Авраама произошел еще один народ, Ишмейлим, арабы. От Ицхака произошел Исавда, но Яков от него больше никто не происходил. Что тогда может быть? Может быть, имеется в виду здесь народы, а речь идет тогда о коленах, то есть то, что еврейский народ не будет монолитным, а будет разделяться на отдельные колена. Множество народов, и тогда народ имеется в виду колена, колена Израиля. Но опять, как тогда понять народ и множество народов, что имеется в виду, что родятся еще сыновья, которые будут родоначальниками колен, родоначальниками кланов внутри еврейского народа? Тоже странно, тоже тебе подходит, потому что тогда, а ведь они же все уже почти родились, не родился только один последний, Беньямин. Так надо было бы сказать тогда, народ еще произойдет у тебя, то есть еще одно колено, еще одно племя, а множество народов, оно уже произошло. А как же быть? Возьмемся к Раше сначала. То, что сказано, я Бог всемогущий, плодись и умножайся, говорит Раше, потому что еще не родился Беньямин, поэтому здесь и сказано, плодись и размножайся. Хотя, на самом деле, Рахель уже носила его в очреве, ведь то рождение Беньямина осталось совсем-совсем немного. Тогда народ – это Беньямин, а множество народов, ведь больше же никто не родился после Беньямина, не было больше сыновей, Беньямин был последним двенадцатым сыном. Я имею в виду Минаши и Ефраем, которые произойдут от Йосефа. В дальнейшем в книге Шмот будет показано о том, как колено Йосеф Яков перед смертью разделил на два колена, Минаши и Ефраем, которые получили статус отдельных колен еврейского народа. Правда, если так, получается, что колен было не двенадцать, а тринадцать. На самом деле остается двенадцать, но уже каждый раз, когда Минаши и Ефраем упоминаются отдельно, тогда они берутся в счет колено Леви. Когда, если Минаши и Ефраем объединяются и упоминаются как колено Йосеф, тогда упоминается и колено Леви, так что в любом случае всегда остается двенадцать колен. Продолжает Раши дальше, еще одно объяснение, народ и множество народов, что его сыновьям суждено было стать племенами по числу народов, которых всего семьдесят наций. То есть, возможно, другое объяснение. Народ, имеется в виду, еврейский народ произойдет, народ Израиля. А то, что сказано в дальнейшем множество народов, это означает вот, что вот это происхождение, его большая семья, семья, которая даст начало еврейскому народу, при своем вступлении на египетскую землю, в которой это, собственно говоря, семья и превратилась в народ, семья эта насчитывала семьдесят человек. Ровно семьдесят, это не случайно, ибо книга Берешит насчитывает среди всего человечества семь основных корневых, семьдесят основных корневых народов. То, что сегодня есть намного больше народов, национальностей и так далее, это уже разделение, расчленение на ветви, но вот таких вот стволов человечества, стволовых, если можно так сказать, народов, их всего семьдесят. Семьдесят ценов Израиля против семидесяти народов мира, поэтому народ, имеется в виду народ Израиля, и множество народов, это тот народ, который соответствует по своему числу множеству народов мира. Это объяснение Раши. Теперь я хочу дать еще одно объяснение. На этот раз его говорит Раввей. Как это сочетает народ и множество народов? Пишет он так. Народ, которому суждено будет произойти от него, должен быть, с одной стороны, единым по отношению к внешнему миру. То есть, по отношению к внешнему миру, монолит, абсолютно единый, объединенный народ. Но внутри, внутри он не должен быть монолит. Не должны быть все на одно лицо, не должны быть все абсолютно одинаковыми, как плитки пола, а должны быть различия. Каждое колено должно представлять собой этническую индивидуальность со своими собственными чертами. Народ Якова, который, как Израиль, должен показывать другим народам силы Бога, в чем ведь смысл существования, исторический смысл существования еврейского народа? Это евреи, это народ, который должен нести имя Бога и который должен показывать всем народам мира, что есть Бог, которому следует служить. Народ – богоносец. Поэтому он должен показывать народам силу Бога, наполняющую человечество и формирующую его. Он не должен являть собой односторонний образ. Почему? Потому что если это односторонний образ, тогда люди скажут, хорошо, быть, как это называется, религиозными. Они вот такие, это вот для таких людей, они такие, а к нам это не относится, это не для нас. Это вот для таких, как этот. В качестве образцового народа он призван отражать наибольшее возможное разнообразие национальных характеристик в микрокосмосе. И нацию воинов, и нацию земледельцев, и торговую нацию, и нацию ученых. Чтобы тем сказать, что для любого человека, каким бы он ни был, каким бы складом характера, для него всегда есть место в служении Богу. Благодаря этому весь мир поймет, что посвящение жизни человека союзу с Богом и его законом не налагает ограничений на его занятия, не зависит от особых этнических характеристик. Нельзя сказать, что иудаизм – это религия математиков или программистов. Человечество во всем его многообразии способно воспринять концепцию иудаизма, который учит народ Израиля, и сложить множество человеческих и национальных индивидуальностей в единое царство Бога. И так действительно говорится в молитве, про которую произносит народ Шишана, что когда Всевышний раскроется в мире, тогда все народы, бросив всю рознь и борьбу между ними, и все превратятся в единый союз. Слово союз – агуда, агуда – это означает буквально связка, подобно тому, как когда берется, то есть это не что-то единое, монолитное, перемешанное, перемолотое, а как, скажем, связка, пучок редиски, в котором каждая редиска, она сама в себе, она отдельная, только что вместе связали одной ниточкой, одной резиночкой, объединили все, и теперь они все вместе. То есть так и все народы мира, каждый из них сохраняет свою индивидуальность, только что они все должны объединиться для служения Богу, и прообраз тому существование 12 колебаний Израиля, которые будут очень-очень разными, они, как множество народов отдельных, очень непохожими друг на друга, но то, что их объединяет, объединяет их это общее Тора и служение Богу. Едем дальше. И сказал ему, я, Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут от чресла своих и землю, которую я дал Аврааму и Цхаку, я дам тебе и твоему потомству, после тебя отдам я эту землю. И восшел от него Бог с места, где он говорил с ним. И поставил Яков памятник на месте, на котором он говорил ему памятник каменный, возлил на него возлияние и возлил на него масло. Возлияние имеется в виду вино, а после этого масло. И нарек Яков имя месту, на котором говорил с ним Бог Бейт-Эль. И отправились они из Бейт-Эля, и было еще некоторое расстояние до Ефраты, как Рахель родила. То есть, роды случились в пути, прямо на дороге. На дороге между Бейт-Эль и Ефрат. И роды ее были трудны. И было, когда она напрягалась при родах, повитуха сказала ей, не бойся, ибо это тоже тебе сын. Значит, это тоже тебе сын. Когда говорится так фраза со словом тоже, скажем, я тоже люблю чай. Я имею в виду, что кто-то еще любит чай. Кто-то любит чай, а я тоже люблю чай. Значит, это тоже тебе сын. А кто еще? Раши пишет, что имеется в виду, что это в добавлении. Это тебе добавление к Йосефу. То есть, то, что ты родила уже одного сына. Повитуха откуда-то это уже знает. Положим, знает, что есть уже один сын. Так вот, это тоже тебе сын. У тебя теперь будут два сына. Это тоже прибавление к Йосефу. Йосеф тебе сын, и это тоже будет тебе сын. Понятно, что это Пшат. То есть, иносказание имеется в виду. А наши мудрецы, как обычно, Медраж требует понимать буквально. Это тоже тебе сын. Разъяснили, что вместе с каждым сыном, с водоначальником колен, то есть, с каждым сыновей Якова, рождалась еще и сестра-близнец. А с Беньямином родилась еще одна сестра-близнец. То есть, было две сестры. Это тоже привносит сюда еще дополнительную сестру. Это утверждение наших мудрецов. Его следует запомнить, поскольку в дальнейшем будет обсуждаться вопрос. А на ком женились сыновья Якова? Кто были родоначальницами колен? Родоначальники мы знаем, сыновья Якова, родоначальницы. Так вот, есть два мнения. Одно мнение говорит, что сыновья Якова женились на местных женщин, на канонейках. Второе мнение говорит, нет, такого не может быть. Если мы видим, насколько было важно Аврааму, чтобы его сын не женился на местной девушке, и в дальнейшем это было наверняка важно и Цхаку тоже, то, скорее всего, речь идет не о том, а на ком же они тогда женились. Ответ, а с каждым из братьев рождалась еще и сестра-близнец. Вот они-то, на них они и женились. Снова к тексту. «И было с выходом души ее, ибо она умирала, нарекла ему имя Бен-Они». То есть, умирая при родах, Рахель назвала новорожденного сына Бен-Они. Но отец назвал его Бен-Ямином. В чем смысл изменения имени? Бен-Они, говорит Раш, имеется в виду сын моего страдания, поскольку он родился в таких трудных и тяжелых родах, которые закончились для нее смертью. А отец изменил его имя на Бен-Ямин. И умерла Рахель и погребена была на дороге в Эфрату, она же в Пейт-Лехе. И поставил Яков памятник над гробами. И это надгробный памятник Рахели до сего дня. Прямо на дороге, на дороге, которую ведет в Пейт-Лехе. И отправился Исраэль. Здесь Тора уже называет его не Яковом, а Исраэль. Хотя в предыдущем стихе он еще назвал Яковом. И это отдельная тема для обсуждения, проследить в дальнейшем по Торе, как это понимать, если Всевышний изменил уже имя Якова на Исраэль. Почему все-таки в некоторых местах Тора продолжает называть его Яковом, а в некоторых она уже меняет его имя на Исраэль. И отправился Исраэль и раскинул свой шатер. Подали от Мигдаль Эдов. И было во время пребывания Исраэля в той стране. Пришел Ру-Вен и лег с Бинкой, наложницей своего отца. И услышал Исраэль. И было сыновей Якова двенадцать. На первый взгляд, невероятное совершенно происшествие. В доме у Якова один из его сын ложится с наложницей своего отца. Как это понять? И не просто один сын, а самый старший. Ру-Вен. Смотрим Раш. Раш объясняет, чтобы следует понимать это буквально, то есть, что действительно он лег. Имеется в виду, он сделал другой проступок, которая вменила ему это за... Как будто бы он лег. Что же он сделал? За то, что он расстроил отцовское ложе. Писание вменяет ему, как если бы он с ней лег. А почему он расстроил и нарушил его постель? Что это было? Это была демонстрация со стороны Ру-Вена. Потому что, когда умерла Рахель, то Яков взял свое ложе, которое до сих пор неизменно стояло в шатре Рахели. И ни в каком другом шатре. То есть, хотя, безусловно, Яков жил со всеми своими четырьмя женами. Но, но его ложе постоянно находилось именно в шатре Рахели. Вот когда Рахель умерла, он перенес его в шатер бенга. Бенга, которая была наложницей, которая была служанкой Рахели. Вот тогда Ру-Вен решил вступиться за свою мать. Он сказал, если сестра моей матери была и соперницей, его мать Леа была первой женой Якова. Так вот, если сестра матери Рахель была соперницей моей матери, то неужели рабыни сестры моей матери тоже были быть ей соперницей? Поэтому он перевернул отцовское ложе и устроил вот такую вот демонстрацию. Понятно, что это было оскорбление в честь и отца, очевидно. И Тора засчитывает ему это, как будто бы он лег с наложницей своего отца. Это принцип, который можно в Торе видеть во многих местах. Когда речь идет о нарушениях, об обвинениях, которые выдвигаются к людям, то выражения эти очень резкие. К примеру, чтобы понять язык Торы и Пророка. В книге Иошуа описывается взятие города Иерихо. И написано, что перед взятием Иошуа, который руководил тогда еврейским народом, постановил, что трофеев не берем, и все, все имущество города, херем, нельзя этого брать. Запрет Мидербанан, постановление мудрецов, но запрет строгий. И написано, что был один человек, звали Ахан, который польстился, и взял себе небольшой слиток серебра и еще одежду, все это спрятали. Тем самым был нарушен херем, запрет, который наложил Иошуа. И когда в дальнейшем еврейский народ постигли военные неудачи, Иошуа спросил Всевышнего, а почему это, и как это понять? Он получил от него такой ответ. Согрешил Израиль. И украли, и спрятали украйденное, и соврали, и нарушили херем. Причем здесь Израиль. Один всего человек, который позволил себе нарушить херем, который был. Обвинение всему Израилю. Согрешил Израиль. И своровали, и спрятали, и соврали. Как это так? Это принцип. Когда выдвигаются обвинения, обвинения выдвигаются. Хотя в данном случае согрешил всего лишь один человек, выдвигается обвинение всем сразу. И то же самое по отношению к самому уровню обвинения и к строгости. За самое легкое нарушение большого человека с него спрашивается, как за самое тяжелое. Поэтому Тора не жалеет слов и самыми резкими, самыми тяжелыми словами награждает здесь нарушителя. В чем было нарушение Рувена? Потому что он позволил себе, не подумав, не сдержав гнев, позволил своему гневу выйти наружу, и тем самым оскорбил честь своего отца. Это такое оскорбление, как если бы он лег с отцовской наложницей. Не меньше того. И заключает Тора. И было сыновей Якова двенадцать. Для чего это говорится? Раши. Не случайно. Ведь здесь возвращается к предыдущему. С рождением Бениамина было завершено рождение всех детей. Отныне семья Якова полная. Есть все двенадцать колен. Их можно уже будет перечислить, как это будет сделано в следующих стихах. И они потом перечислены. Мудрецы говорят, что касается Пшата, то это мостик к следующему отрывку. Как начинается следующий отрывок? Следующий отрывок. После того, как сказано было сыновей Якова двенадцать. Сыновья Алей и первенец Якова. Рувен, Ишимон, Илеви, Иуда, Исахар, Извалун. Сыновья Ракэль, Иосефа, Бениамин. Так, так, так. Поскольку было сыновей Якова двенадцать, больше не будет. Сыновей, то Тора сразу приходит к их перечислению. Это Пшат. Мудрецы говорят, здесь Тора намекает еще на одну вещь. А именно, что несмотря на то, что Рувен, несмотря на описанный здесь грех, мы бы могли подумать, что он теперь может быть исключен из числа двенадцати сыновей Израиля. Как, в общем-то, произошло и в предыдущих поколениях, когда от Аврама ушел Ишимаэль, от Ицхака ушел Исаф. А здесь этого не происходит. Наши мудрецы разъяснили, это имеет цель и научить нас, что все они были двенадцать, а не все как на подбор. Двенадцать равны. Это значит, что несмотря на все то, что было написано про Рувен, на самом деле он не согрешил. То есть, то, что можно было бы понять, если бы мы читали этот текст, понимая его на уровне своей собственной испорченности, так вот это не так. Нужно понимать этот текст в контексте всего того, что говорит Тора о таких больших людях, как Рувен. Поэтому их было двенадцать, и Рувен, и после того, что на нем написано, на самом деле не сделал того греха, и он двенадцатый такой же, как все его братья. После перечисления всех двенадцати сыновей сказано, и пришел Яков к своему отцу Ицхаку в Мамре-Кириат-Арба, он же Хеврон, где проживали Авраам и Ицхак. И было дни Ицхака сто восемьдесят лет, и скончался Ицхак, и умер, и приобщился к своему народу, старый и насыщенный днями, и погребли его Исав и Яков, его сыновья. Ицхак, получается по тексту, что Ицхак умер, этим заканчивается глава, а уж затем начинается следующая глава Ваейши, центральное событие которой – это продажа Йосефа в египетское рабство. Ваше Господи, если мы сделаем подсчёт, то у нас так не получится. Почему? Потому что в Тора её текст не записан в строгой хронологической последовательности. А именно, связь в отдельных отрывках не хронологическая, а связь по содержанию, сущностная. Поэтому вполне может быть, что какое-то событие, которое произошло лишь позже, оно записано раньше. И поэтому здесь Тора, заканчивая историю Ицхака, она его уже похоронила, хотя на самом деле он ещё живёт. Живёт и в начале следующей главы. Доказательство Раши вот какое. Ведь при рождении… Делаем подсчёт хронологический. При рождении Якова Ицхаку сколько было, мы знаем из текста, 60 лет, как сказано, Ицхаку было 60 лет, когда у него родились Исав и Яков. Значит, сколько времени мы почитали, сколько времени прожил Ицхак? 180 лет. Стало быть, 180 минус 60, получается 120. То есть, Якову было 120 лет, когда умер его отец Ицхак. А теперь мы знаем, что Йосеф был продан в Египет, когда ему было 17 лет. И этот год был, сделан подсчёт, 108 годом Якова. Как это мы определим? Якову было 63 года, когда он получил голосовение от своего отца. Закономерный вопрос, откуда Раши это знает? Ответ на этот вопрос времени у нас уже сегодня нет. Но этот подсчёт делает Раши в конце главы Толдот. А это Гмара в Масехе от Магила. Там она делает этот точный подсчёт на основе дней жизни Ишмаэля. Итак, 63 года ему было, когда он получил брахот. Потом 14 лет он провёл неотлучно в Ешиве Шема и Эвера. 77 лет. Затем он пришёл к Лавану. 14 лет служил за своих жён у Лавана. На исходе этих 14 лет родился Йосеф. И было, когда родила Рахель Йосефа, стало быть, к тому времени Якову был 91 год. Если прибавить к этому ещё 17 лет, которые прошли до продажи Йосефа, то и мы получаем всего 108 лет. Получается, если ему было во время продажи 108 лет, а с другой стороны мы почитали, что когда Ицхак умер, то Якову было 120 лет, получается разница в 12 лет. Иными словами, Тора написала здесь о смерти Ицхака за 12 лет до того, как она произошла. Почему? Ибо в Торе нет строгой хронологической последовательности событий. Таков принцип записания её текста. Вот на этом мы и закончим уроки по главе в Айшлах. И в следующий раз мы начнём с главы в Айшлах. Айшлах. Да. Субтитры подогнал «Симон»!